Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сейчас на прямой связи юрист Дмитрий Трофимов. Добрый день. Добрый день. И вот по коридорам парламента началось выдвижение законопроект о гражданских союзах. Сразу хочу сказать, была такая партия в свое время, гражданский союз, но вот этот законопроект как раз не об этом, не о политической деятельности, а о попытке, ну, можно так сказать, легализовать гражданские отношения двух совершеннолетних лиц, при том безотносительно к полу. То есть это могут быть и такие вот гражданское сожительство мужчины и женщины, женщины и женщины, мужчины и мужчины, сторонники традиционных ценностей или консервативных, называйте как хотите, говорят о том, что это попытка вот таким вот образом легализовать однополые браки. Ну, на следующем этапе, видимо, будет и попытка адопции детей в такие вот семьи. И мы знаем, что на портале, официальном портале Латвия ЛВ даже происходит сбор подписей за поправки Конституции, которые бы, ну, закрепили понятие семьи, ну, в традиционных таких вот рамках. Дмитрий, как вы все это воспринимаете? И ведь сторонники этого законопроекта говорят, что это вообще не об этом, это вообще попытка решить вопрос имущественных взаимоотношений двух людей, живущих вместе, что это не имеет отношения, слово брак, просьба не упоминать, говорят они, это речь идет чисто имущественный, экономический, если хотите, законопроект. Может быть, действительно это так? Так, ну, давайте начнем, может быть, с конца. Давайте. А именно о том, что вы уже упомянули только что, Абик, это касается изменений 110 статьи Саттерс. Ну, действительно, такая инициатива есть на портале Латвия ЛВ. Эта инициатива, это не какой-то там манобаус, да, то есть это государственные уровни через Центральную избирательную комиссию, подана инициатива, за которые вот на сегодняшний момент, я посмотрел две минуты назад, уже подписалось 21 120 человек. Я надеюсь, что после этой передачи за эту инициативу подпишется еще хотя бы 500. Но вообще нужно набрать 157 тысяч подписей, чтобы инициировать референдум о том, что такое семья в Латвии. То есть мы, а мы это Латвия с Виру Бьедрейба, членом правления, который я являюсь, и которые являются инициатором этой поправок к Саттерсу. Мы говорим о том, что семья — это отношения, основанные на родстве, браке или адопции. И в первую очередь это союз между мужчиной и женщиной. Конечно, есть и другие варианты семей, например, мать-одиночка, бабушка, живущая с муками, но они все включены в это понятие. То есть нет никаких вариантов однополых семей, потому что однополых семей тоже нет. То есть есть сложительство двух совершеннолетних людей, которые друг с другом живут и занимаются сексом. Это, конечно, очень приятно для них, но я и мои, скажем так, единомышленники, не понимаем, какое отношение общество имеет к таким отношениям и почему их нужно дефинировать как к семью. Проблема заключается в том, что вот закон о гражданском партнерстве — это первый шажочек к длинной лестнице, ведущей в никуда. То есть рано или поздно эта лестница приведет нас к такой ситуации, как, например, в Финляндии, когда депутат, подчеркиваю, парламента, судят за высказывания вполне приличные, основанные на цитате из Библии, которые прозвучали 10 лет назад. Сейчас ее судят за речь ненависти. Найдерона или хэдспич, как по-английски это называется. И закон о партнерстве, да, он подразумевает, что два совершеннолетних человека могут заключить между собой вот такое соглашение о гражданском партнерстве. Как аргументацию сторонники таких изменений указывают, что мы же должны позаботиться о людях, которые живут вместе. То есть это не вовсе не об однополых семьях, это о двух пенсионерках, которые живут вместе. Это о людях, которые, мужчины и женщины, у которых уже есть дети, у которых просто не оформили брат и живут в этих отношениях. Это все только для них. На самом деле это лукавство, что, во-первых, две пенсионерки, живущие вместе, это, кстати, достаточно нормальное и обычное явление. В нашей стране по одиночке выжить сложно, но абсолютно не нуждаются в каком-то регулировании. Эти две старушки могут сами отрегулировать свои отношения. Вопрос о том, что у нас много незарегистрированных отношений, где есть дети, которые продолжаются годами и десятилетиями, я хочу сказать очень просто. Кто решил, что люди, которые не хотят заключать брак, ну или, во всяком случае, одна сторона этих отношений, мужчины или женщины, они пойдут регистрировать это партнерство? Зачем им это нужно? Им это не нужно вовсе. То есть если они прекрасно живут без этого или непрекрасно, они живут. То есть они вовсе не значат, что они побегут к нотариусу, чтобы зарегистрировать такие отношения. Кстати, об этих отношениях. Все, что нужно будет, это прийти к нотариусу и поставить подпись. После чего нотариус ссылает информацию в регистр физических лиц, где эта информация вносится. И ограничений, как вы правильно заметили, собственно говоря, немного. То есть это совершеннолетние должны быть граждане Латвии или не граждане Латвии, которые не состоят в браке, не являются родственниками прямыми друг другу. То есть бабушка с внуком не могут заключить такое партнерство. Хотя, вот это мне, честно говоря, странно. Если мы говорим о том, что это исключительно имущественное отношение и не имеет никакого отношения к однополым отношениям или вообще к сексу, то почему бабушка с внуком не могут заключить такое партнерство? Какой секс? Мы не говорим о сексе. Мы же говорим исключительно об имущественных отношениях. Но, тем не менее, бабушка с внуком такое партнерство сделать не может. Ну вот, теперь давайте поговорим об имущественных отношениях и вообще о том, что такое гражданское партнерство или однополовые браки с точки зрения общества и государства. Нам говорят о том, что это дискриминация, что это жуткая дискриминация однополых семей. Я уже сказал, что однополых семей не существует, если только однополые сожительства. Так вот, в чем же заключается дискриминация? В том, что супруги могут друг друга наследовать, могут решать какие-то неимущественные проблемы и имеют другие льготы. Но здесь нужно понять всего одну простую вещь, до которой может, в принципе, дать любой логически мустащий человек. То есть государство поддерживает семью не потому, что государство интересует гетеросексуальные отношения. Нет. Государство поддерживает семью только по одной простой причине. Потому что это семья, в которой рождаются дети, которые будут новыми гражданами этой страны, новыми налогоплательщиками и будут продолжать существование этого государства, этого народа, этого общества дальше. Как это можно доказать? Это можно доказать очень просто. Наверное, вы все знаете, что у нас существует такая карта 3+, сейчас она называется «Латвиз года Диммены карты», которая дает достаточно большие льготы для семей с тремя и более детьми, а также сейчас и для семей с инвалидами, с детьми инвалидами. И государство таким образом помогает многодетным семьям. И если мы говорим о дискриминации, то тогда получается, что я дискриминирован по отношению к этим семьям. То есть кто из вас, у кого есть два или один ребенок, бегал в суд с отверстным скриком о том, что вы дискриминированы по сравнению с этим многодетным семьям? Я думаю, что никто. В любом случае, я о таких исках с инвесторами ничего не слышал. Но тем не менее, люди, которые вообще не могут иметь детей друг от друга, я не говорю, что они не могут детей вообще, но друг от друга они детей не могут иметь. К сожалению, это биология. Ну, к сожалению, для них. Так вот, они требуют, чтобы им были такие же льготы, как у обычных гидросексуальных семей, в браке которых рождаются дети. На каком основании? На том основании, что они друг друга любят. Ну, это очень хорошо, очень приятно, когда люди друг друга любят. Но, извините, а в чем смысл этой любви для государства, общества, для народа? От этой любви какие плоды будут? Нету от этой любви плодов. Хорошо. Говорят, что эти люди могут адаптировать детей, что есть суррогатное материнство, что есть донор спермы и так далее. Но про донор спермы не будем, а вот про суррогатное материнство, то есть те люди, которые предлагают, по сути дела, предлагают эксплуатацию женщин, которые, в принципе, на мой взгляд, просто находятся вне всяких рамок морали и адопции детей. Это, конечно, замечательно. То есть вообще очень плохо, что в нашей стране есть до сих пор дети, которых нужно адаптировать. Я лично считаю, что государство должно делать все, чтобы таких детей просто не было. Чтобы у них был дом всегда. Да, это вы имеете в виду, видимо. Да, да, да. Семья. Да, чтобы вообще не было вопросов, что есть дети, которые находятся в детских домах или других соответствующих учреждениях. Но это, в первую очередь, работа с уже имеющимися семьями. Это не просто изымание детей из семьи. То есть это работа, это наблюдение, это воспитание родителей, в первую очередь, а не детей. И этим должно заниматься государство, а не отнимать детей у всех, у кого можно и у кого нельзя. Так вот, но адопция детей – это не рождение детей. При адопции дети не появляются. Дети появляются при рождении. И, соответственно, поддержка государством, людей, которые живут друг с другом вместе, на мой взгляд, является нонсенсом. То есть с точки зрения общества. Потому что общество это ничего не приносит. Это никак положительно на общество не влияет, но зато положительно влияет на тех лиц, которые будут находиться в этих отношениях. Знаете, моя основная деятельность – это риэлтор. И вот я уже себе представляю, как человек, который хочет продать квартиру, но при этом не хочет платить налоги, дарит свою квартиру другому человеку, а для того, чтобы подарить, кто не заплатил процент подоходный, да, с подарка, потому что если ты даришь чужому человеку, ты должен заплатить от 20 и выше процентов подоходного налога от стоимости квартиры. Так вот. И, в общем, два человека идут к нотариусу, заключают доказательство о гражданском партнерстве, после чего один дарит одному квартиру, второй другому дарит деньги. А через годик они расторгают эти взаимоотношения? Зачем? Зачем? То есть для расторжения такого партнерства годика не нужно. Вполне достаточно, что они на следующий день пойдут в расторг. Так он этого не запрещает. Так вот, они друг другу подарят, а если сумма значительная, то, знаете, как говорил Генрих IV, по-моему, да, Париж стоит место. То есть от 10-20 тысяч стоит гражданского партнерства, тем более, что это никак не связано с теклом. Ну, вообще никак. И поэтому, собственно говоря, вот, пожалуйста, вам хороший механизм открывания денег. Кроме этого, на самом деле очень интересно, что подготовленный проект, законопроект, который подготовил Министерство юстиции после решения суда с адресом в 2020 году, он уже прямо заявляет о том, что То есть это, правда, не в самом законопроекте, а в аннотации законопроекта. И в принципе понятно, для чего все это делается. То есть Министерство юстиции уже сейчас априори признает, что существуют однополые теми, и в которых надо защищать. Вот. Относительно самого решения суда садресом. То есть решение было принято в отношении пособия, отцовского пособия по рождению ребенка, которое получила партнер матери. Женщины. Ребенка. Людьямки. Да. То есть две людьямки, живущие вместе, одна из них родила, и вот вторая получила через суд апресом пособие по отцовскому. А, решение, вернее, получила, не пособие. О том, что и полагается... Ну, суд-то говорил, что он защищает данную ситуацию ребенка, он-то не виноват? Нет, суд не так говорил. Суд-то там прямо ссылался в своем решении на мотивирующей части о том, что есть решение европейского куда-то по правам человека, о том, что однополые семьи должны быть... Сейчас, в деле, найду. О том, что защищают семью. Но, на самом деле, в решении европейского суда по правам человека речь шла, в прямом, то есть цитата в тексте, о защите приватной и семейной жизни. То есть частной, извините, частной и семейной жизни. То есть наш суд, соответственно, слегка поиграл с терминами. То есть и говорит о том, что в Европе вензии однополые пары имеют право на защиту семьи. Нет. Европейский суд по правам человека такого не говорил. Он говорил о том, что такие пары имеют право на защиту частной и семейной жизни. Возможно, для неюриста это кажется одно и то же, но, поверьте мне, в этих двух толкованиях огромная разница. Просто огромная. Но, тем не менее, наш суд-садцев, мы приняли такое решение. Кстати, отношения суда садов. Та же самая мотация министерства законопроекта, которая состояла в министерстве юстиции, говорит о том, что у Сейма нет других вариантов, как только принять закон о гражданском партнерстве. Ну, потому что суд садовственно это обязывает сделать и так далее. На самом деле, есть масса примеров, когда Сейм не выполнял решение суда садовственно или выполнял их так, что уже через буквально год все начиналось заново. Это, например, та же самая ситуация с потолками квартплаты, это та же самая ситуация с ставками аренды земли, принудительной аренды земли. То есть домовладельцы земли-голевладельцы подавали иски в суд Сатерсона, выигрывали их. Суд обязывал Сатерсона, обязывал Сейм принять меры. Сейм принимал меры, через год все возвращалось на свою колею. То есть потом обратно все, да? Да-да-да. То есть в результате о том, что Сейм обязан это сделать, это абсолютно неправда. То есть Сейм может, во-первых, принять другие решения, которые позволят избежать таких ситуаций. Потому что само по себе пособие по уходу за ребенком для человека, который не является его отцом, ничего плохого я лично не вижу. Потому что есть масса ситуаций, когда, например, мать ребенка живет с бабушкой. Почему бабушка не имеет права на вот такое пособие, если она ухаживает за ребенком? Да, это действительно в интересах ребенка. И если честно, не все равно, то это пособие будет получать. Подруга матери, сексуальный партнер матери, матерей, отец матери, дедушка матери, тетя матери. Или вообще, не знаю, просто няня, которая будет это все время жить вместе с ними и ухаживать за ребенком. На мой взгляд, это абсолютно логично. Можно решать абсолютно иначе. Я все-таки, извините, что я вас пребиваю, у вас есть определенное преимущество, наверное, очень большое по нынешним временам. Вы не политик, вы не связаны какой-то, не знаю, идеологией, коллекционной дисциплиной. Может, действительно говорить все, что вы думаете, это, наверное, очень хорошо. Но вот здесь есть такой момент. Нет такого все-таки у вас ощущения или подсознательного такого ощущения, опять-таки, понимая, что вы, там понятно, что у вас есть свои аргументы, вы сейчас их изложили, что вы как бы, ну, боретесь, может быть, с ветряной милицией, это не так, я бы сказал, но с общей политикой или общими стандартами Европейского Союза. Вот, ну, не знаю, если вы сейчас бы сказали, что вот я там, не знаю, противник там вот этих электромобилей, все должны вот и дальше ездить, не знаю, на бензиновом и на дизельном. Есть свои аргументы, я думаю, допустим, были бы у вас, очень даже убедительные, или у меня, но, тем не менее, прогресс научный идет, его не остановить. Вот мы же знаем, что очень много пар, которые регистрируются специально, так можно сказать, в тех странах, где вот эти регистрации однополых браков разрешены, ну, в Европейском Союзе. Потом приезжают в Латвию и говорят, опа, вот у нас свидетельство не только о каком-то сожительстве, о браке. Пожалуйста, мы в рамках Европейского Союза извольте признавать. И Латвия говорит, ну да, ну мы как бы изволили признавать. И вот сейчас, чтобы не было такой вот странной ситуации, мы идем вот в авангарде, не в авангарде, конечно, мы идем в общей тенденции Европейского Союза. Нет такого ощущения, что как бы вы эту борьбу можете поиграть не потому, что вы неправы, а потому, что вот сейчас такие вот современные тенденции. Знаете, мы эту борьбу начали действительно, может показаться, как будто мы там 12 дом кихотов, да, то есть которые кинулись на мельницу. Но на самом деле нас поддерживают очень многие люди. Нас поддерживает ассоциация Демена. Кстати, как проголосовать, вы можете найти на сайте Pargymany, ну, за семью. Pargymany. Да. И там прямо на первой странице есть ссылка, как проголосовать. Нас поддержали все, вообще все, христианские конфессии Латвии. То есть это и католическая церковь, это и литеранская церковь, это и баптисты, это и старообрядцы, древнеправославная церковь, ну, общины. И в том числе и православная церковь. Да. То есть готовы поддержать это начинание и уже поддерживать его. Поэтому вообще, собственно говоря, на мой взгляд, люди, которые вообще верят в Бога, а все-таки их Латвии довольно много, то есть до сих пор не подписались за эти поправки, но они, наверное, не очень верят в Бога. То есть если это не так, то у них есть время это доказать. Еще осталось 5 месяцев, когда можно это сделать. В любом случае. То есть, знаете, я в силу своего характера вообще не поддерживаю несправедливость. Но в данном случае я вижу несправедливость в отношении того, что одно очень громкое, скажем так, мягкое меньшинство пытается манипулировать и влиять на достаточно большую часть общества, на большую часть общества, даже так можно сказать. А относительно того, что Европейский Союз един и непоколебим, ну, знаете, Абик, да, то есть вдруг внезапно признали, что атомной энергией является зеленой. Зеленой. И газ является зеленой. Газ. Битвально на днях. И газ является зеленой энергией. То есть поэтому говорить о том, что можно ли бороться с тенденциями или нельзя бороться с тенденциями, это, ну, по меньшей мере, дискутируемый вопрос. Относительно политики тоже сразу хочу сказать, да, наше общество создавалось именно из людей, которые вообще никак не связаны с политикой, не являемся членами партии даже, не баллотируемся в СССР и занимаемся исключительно работой по информированию населения о том, что, собственно говоря, происходит. А происходит именно то, что Латвия пытается, вернее, не Латвия, вот стать частью, назовем ее условно либеральной, потому что к либералам они не имеют никакого отношения. Либерал — это слово «свобода». Либера. А нынешние либералы — это люди, которые пытаются ограничить свободу части людей, это люди, которые пытаются ограничить свободу слова, это люди, которые ограничивают свободу собраний, Это люди, которые вообще пытаются дискриминировать большую часть общества только на том основании, что есть меньшинство. На мой взгляд, свобода и демократия — это когда люди имеют равные права, и когда люди могут выражать свое мнение свободно, и мнение большинства является решающим. А вовсе не мнение какого-то меньшинства, как бы оно себя высоко не ставило на другие. Не важно, что это за меньшинство. А национальное, сексуальное или на уровне IQ. Потому что, например, есть люди, которые считают, что если у них IQ выше 115 или 120, они могут, например, решать за всех. Или просто потому, что они попали в Сейм и стали депутатами. Они могут теперь решать за всех. И, кстати говоря, вот сейчас эти поправки к Сатарксу — это тот момент, когда народ Латвии может сказать свое «нет». Потому что, как вы знаете, после не столь давних событий референдумы в Латвии не проводились вообще. Потому что уровень планки этой для референдума, он чрезвычайно высокий. То есть это не демократичная норма. Она абсолютно ненормальная. Но она есть, и мы вынуждены ее воспитать. Поэтому вот это голосование — это пример того, вернее, не пример, а возможность того, когда каждый гражданин Латвии может высказать свое слово, не будучи отстраненным от конечного решения. То есть он твердо и прямо может выразить свою волю. Не тогда, когда он выбирает какого-то человека, который, как он надеется, будет выражать его волю. Это представительская демократия. А здесь идет речь о прямой демократии, когда мы влияем на государство непосредственно, на нашу дальнейшую жизнь. И сейчас это как раз тот момент, когда каждый из нас должен подумать. Хочет ли он жить в стране, где нельзя говорить какие-то мысли, где черное — это белое, где белое — это черное, где правда — это ложь, где война — это мир и так далее и тому подобное. То есть многие из наших слушателей, я думаю, читали Орелла 1984 и могут себе представить, в какое общество мы идем с тройными рядами под знаменами свободы, равенства и братства, как пытаются нам доказать господа либералы. Вот. Что еще я хотел сказать по этому поводу? Относительно законопроекта самого. То есть, во-первых, этот законопроект — это копирование Кобды и Веслихумс и еще одного проекта, который был, во-первых, это был законопроект партии Пар и Венот, Венот и Бах, в свое время поданный в тайм, но не прошедший, и инициатива на Манабаус, который там до сих пор висит. То есть Министерство юстиции, руководимое нашим неизгибаемым консерватором господином Борденсен, который очень поддерживает семейные ценности, они просто скопировали эти два закона, сделали небольшой микс и подали законопроект, в котором, кстати, о наследовании пока нет ни слова. То есть там рассказано о ситуации, как, что происходит с имуществом, но наследование, например, это они будут подавать во втором чтении. То есть ко второму чтению закон может быть еще более интересным. Но даже сейчас, даже сейчас этот законопроект, а конкретно 12-й пункт этого закона, 12-я статья, извините, например, говорим о том, что избейзот цивилу совместиву, пьесу венулаеку, излимя яупаемость парт, кушу плопийго, непилнгадийго бэрну, аизгадийбу, саспорсну, киесиву измонтвоза, что это значит? То есть, например, если в такое партнерство вступают два однополых человека, которые вдруг, например, сменили свои сексуальные предпочтения, у них есть дети от предыдущих браков, то суд может решить о том, что ребенка отберут у его биологического, например, отца или матери, и отдадут партнеру матери. Ну, на мой взгляд, это очень интересное решение, опять же, говорящий о том, что этот закон не имеет никакого отношения ни к однополым отношениям, ни к сексуальным отношениям, а это исключительно о имуществе, о пенсионерках, о материах-одиночках, о незарегистрированных партнерах. Да, я понял вашу иронию. Все-таки еще такой вопрос хотел задать. Вот есть, наверное, три мнения, как обычно, по этому вопросу. Наверное, есть больше, но три концептуальных. Одно мнение, которое вы фактически представляете за традиционные ценности. Второе мнение, как раз, давайте все, значит, Европа, современные стандарты, 21 век, кто с кем хочет, живет, зарегистрируется и так далее. И есть третье, наверное, мнение, таких людей, я думаю, тоже вы встречали, которые говорят, ай, слушай, ну, Дима, ты, наверное, прав, я даже не хочу в это углубляться, ну, пускай живут кто как с кем хочет, у нас свободное общество, каждый отвечает за себя. Вот у меня там, не знаю, есть своя семья, там жена, дети, все условно говоря традиционно, они ко мне не лезут, я, извиняюсь, в кровать, я к ним не лезу. Пускай, как вы сказали, там живут, занимаются сексом, любят друг друга, не любят друг друга, да, так сказать, решают свои имущественные споры. Это вообще, как бы, нас не должно касаться, и вообще, пускай государство туда не лезет. Вот как бы вы прокомментировали, вот если такая ведь позиция, да, не за, не против, а просто, ну, так, меня это не интересует и не касается. Вы знаете, такая позиция, она, на мой взгляд, менее осуждаема, чем позиция очень большого количества людей, в том числе у тех людей, которые нас сейчас слушают, которые согласны с тем, что я говорю, может быть, они даже более остро настроены, но, тем не менее, они не потратили пять минут времени для того, чтобы подписаться против этого. Это им ничего не стоит. В электронном виде это занимает сделать пять минут. Это, кстати, можно сделать еще через нотариусы и самоуправление заверить в свою подпись. Вот. Но они этого не сделали. Почему? Ну, не сложилось, времени не было, еще чего-то. А относительно тех людей, которые считают, что это не дело государства заниматься, я с ними согласен. Да, я с ними абсолютно целиком полностью согласен. Это абсолютно не дело государства заниматься чьими-то сексуальными отношениями. И наше государство этим не занимается с начала 90-х, после того, как в уголовном законе была отменена статья о мужеволоженстве. Ну, о гомосексуализме. Да. Так вот, после этого государство в эти отношения не вмешивается. И говорить о демискриминации, еще раз, когда люди говорят о том, что их дискриминируют, то я всегда спрашиваю, скажите, пожалуйста, а у меня есть право заключить брак с человеком моего пола? Вот ты же гетеросексуальный, тебе не надо. Я говорю, вопрос не в этом. Вопрос в том, что дискриминация, это когда у одной части населения права есть, а у другой части населения прав нет. но у нас ситуация не такая. То есть у нас ситуация, что и мне, как гетеросексуалу, и им, как гомосексуалу, нельзя вступать в отношения с людьми своего пола. А уже их предпочтение это абсолютно другой вопрос. Мало ли, что кому хочется и кому что нравится. Это их личное дело. Но закон этого не разрешает ни мне, ни им. Поэтому никаких гомосексуальных семей не это вообще. Так вот, относительно того, что приведет людей, которые вот сейчас ленят, они могут найти время подписаться и так далее. То есть все достаточно просто. Достаточно посмотреть, чего, собственно, добивается ЛГБТ-сообщество и чего оно уже добилось в других странах. И мы туда идем маленькими шажками, медленно немножко. Но быстрее, чем, например, Польша и Венгрия, которые там по этому пути уже, в принципе, остановили идти. не хотят. А мы идем. И когда те люди, которые сейчас говорят, что это не их дело, им это все не надо, их это не касается. То есть когда, например, работодатель запуганный будет увольнять с работы гиперсексуал, только потому, что он гиперсексуал, оставляет на работе других людей, то, ну, может быть, они вспомнят об этой передаче и о том, к чему мы их призывали. А то, что такого нет и не может быть, ну, вы знаете, у меня есть, например, один друг, который работал, ну, он моряк, да, то есть он работал на нефтяной платформе. И там, в силу всяких событий, не так давно, у них там прошли огромные сокращения штатов. И в результате перед этим сокращением, как только о нем стало известно, произошло много каминкаутов, да, то есть многие люди продекларировали, что они, на самом деле, гомосексуалисты. Интересно, но их с работы не уложили. Да, ну, может быть, это тема еще отдельного, отдельной дискуссии. Я все-таки в завершении чуть-чуть попытаюсь вот расширить этот вопрос, не связанный уже с однополым браком. Вот вы сказали, что есть люди, которые, ну, допустим, придерживаются ваших взглядов, вашей позиции или далее еще более жестко вот это все воспринимают, но не подписываются, да. Вот вчера, я не знаю, удалось ли вам посмотреть, была передача у Домброса по латвийскому телевидению, посвященную 100-летию Конституции, да, и там развернулась неожиданно вот эта дискуссия, потому что у нас, как обычно, официозные мероприятия проходят, да, что великая, прекрасная, лучшая в мире Конституция, у нас все вообще просто замечательно, обнимемся и отпразднуем 100-летие. И вот вчера неожиданно вот развернулась дискуссия в том плане, что да, Конституция хорошая может быть в основном, есть какие-то отдельные слабые места, но вот фактически у народа нет возможности повлиять каким-то образом на власть и на принимаемое решение, кроме раз в 4 года на выборах. И то, иногда результат бывает прямо противоположный волеизъявлению народа. Я к чему веду? О референдумах. Вот вы правильно сказали, что нужно собрать, неважно, за это предложение, за другое, 157 тысяч подписей. Но согласитесь, в маленькой стране, где население все меньше и меньше, это очень много, не случайно, у нас после 12-го года референдума больше не было. Я понимаю, почему со страха после этого языкового референдума были приняты такие жесткие установки, сейчас не будем, наверное, возвращаться туда-назад, но ведь получается, что ведь все меньше и меньше вот этой демократии в этом смысле. Я с вами полностью согласен. Я не хочу, не считаю, что это был страх в 2019 году. Это не был страх. Это была возможность для элит влияния прямой демократии в нашей стране. Лично я сторонник прямой демократии. Хороший пример это Швейцария. Да. миноретов в этой стране не было. Народном объявлении миноретов в этой стране нет. Мечет есть. Мечетов нет. И хотя все кругом кричали, какую дискриминацию, это кошмар, как это может быть в просвещенной стране среди Европы. Это есть. И там прямая демократия на всех уровнях. Я бы тоже представил, что у нас самоуправление была возможность прямой демократии, которая выглядит не только эти вот инициативы, инициативные группы прируют какие-то типа подороже. То у нас такое как все же. И кстати говоря, в этой ЦВК там до сих пор есть еще инициатива и о референдумах, которые я тоже предлагаю подписаться. Уменьшить вот этот 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 кво необходимый. Но об этом тоже. А потому что на самом деле я считаю соответственно не я считаю, а конституция Латвии считает, что народ является в этой стране. Я хочу, чтобы народ эту власть приобрел. Или власть. Да. Ну что ж, вполне благое желание. Дмитрий Трофимов у нас был в прямом эфире посредством Зума. Большое спасибо. Услушайте Радио Болтков.